Отчего тает лёд в Швейцарии? Мы расскажем, какие природные аномалии в эти секунды сотрясают планету. Ещё новости, а также наши рекомендации. То, что раньше давалось легко и непринуждённо, приходится выполнять с большими затратами энергии. С осенними листьями на город спустилась хандра. Как вернуть продуктивность и избежать депрессии, а также подсказки лунного календаря и календарь работ садовода. И, конечно же, самый подробный прогноз на неделю от тех, для кого погода – профессия. Это плюс-минус знаковые перемены в погоде страны и громкие климатические ЧП по всему миру. Я Ольга Войтинкова, мы начинаем. Таким бы ни было начало осени, октябрь обречён запомнится белорусам дождливым и хмурым. А в последние дни месяца в некоторых регионах страны были зафиксированы гололёд и гололедица, а также незначительные осадки в виде мокрого снега. К концу недели, 26 октября, почти по всей стране осадки продолжались и в ночное время суток. Местами был отмечен сильный туман. Ветер восточный, юго-восточный, порывистый, ночью местами сильный, порывистый. Столбики термометра в течение суток варьировались в пределах минус 2 градусов, преимущественно в северной части страны и до плюс 13 в юго-западной столице. Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Значительных изменений в погоде на ближайшую неделю не предвидится. Температурный режим будет отмечен крайне нестабильный, однако природа подарит нам несколько умеренно тёплых дней. Начиная с понедельника в страну вернутся осадки в виде дождя. Они усилятся во вторник и среду, при этом температура воздуха составит 12 градусов со знаком «плюс» и до плюс 15 в юго-западном регионе. При этом резкий спад не заставит себя ждать. Уже в четверг воздух прогреется всего до плюс 5 градусов. Усугублять погодную обстановку будут сильные порывы ветра – до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 2 градусов. Осадки при этом продолжатся. Подробный прогноз по стране совсем скоро, а пока к другим заметным метеоновостям. Смитария постепенно утрачивает своё достояние. Как сообщили исследователи, за два года местные ледники утратили около 10% объёма. Всего за пару лет растаяло такое же количество льда, как в период с 1960 по 1990 года. Как говорят сами исследователи, ледники тают с поистине ужасающей скоростью. Нынешний год рискует стать вторым по объёму потери льда вследствие тёплого лета, аномальной жары в сентябре и малого количества снега в зимний период. Чем ещё удивила природа и какие катаклизмы накрыли мир – наш традиционный обзор. Ураган Тэми вызвал сильные дожди и ураганные ветры на северо-восточных островах Карибского моря. Стихия обрушилась на остров Барбуда в субботу около 22.15 по местному времени. Максимальная скорость ветра достигала 136 км в час, что соответствует силе урагана первой категории и мощности по шкале Софира Симпсона. Южные районы Испании пострадали от шторма Бернар. В регионе Андалусия зарегистрировано по меньшей мере два смертельных случая, вызванных ненастной погодой и около двух тысяч случаев ущерба. Шторм, сопровождающийся мощными ветрами и проливными дождями, бушевал в стране с вечера воскресенья по утропонедельника. К чему далее готовятся западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду и сильный дождь. Столбик термометра в Париже покажет плюс 16. В Вене малооблачные и без осадков. Там воздух прогреется до плюс 19. В Риме осадков также не предвидится, а воздух прогреется до 23. Сильные дожди до 17 градусов со знаком плюс в Мадриде. В столице Болгарии плюс 22. Жителей Софии ожидает ясная малооблачная погода. Как и жителей турецкой столицы, в Анкаре воздух прогреется до плюс 24. Без осадков и до 27 градусов в Афинах. Перенесемся в Прибалтику. В Риге воздух прогреется всего до 7 градусов со знаком плюс. Погода при этом ожидает быть преимущественно ясной с переменной облачностью. Такие же прогнозы подготовили синоптики для жителей Вильнюса. При этом воздух прогреется до 9 градусов тепла. Плюс 16 в Варшаве. В Киеве до плюс 14, а также ясная с переменной облачностью погода. В Москве до плюс 2 столицы накроют снежные осадки. Борисовский завод медицинских препаратов. Мы укрепляем и сохраняем ваше здоровье. Мы выпускаем более 300 наименований востребованных лекарственных средств. На современном оборудовании используя высокоэффективные технологии. Благодаря высокому качеству нам доверяют в 25 странах мира. Боримед. Нам доверяют самое ценное. На прошлой неделе мы говорили о видимых симптомах осени. А сегодня предлагаю разобраться в актуальной теме. Как справиться с осенней хандрой и повысить продуктивность, подскажут специалисты. Осенняя депрессия. Иногда это называлось сезонным эффективным расстройством. Нет энергии, появляется сонливость. То, что раньше давалось легко и непринужденно, приходится выполнять с большими затратами энергии. Нужно менять образ жизни, добавлять движения, регулировать свой сон. Но если проблема начинает быть очень выраженной, тогда приходится прибегать к услугам врача. Многие люди боятся принимать антидепрессанты. Не надо бояться этого слова. Врач всегда может подобрать нужную дозу препарата, нужное вещество, которое поможет облечить его состояние. Ну а далее о том, что обещают синоптики белорусам на предстоящей неделе. Вот свежий метеорасклад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но мы продолжаем отвлекаться приятными хлопотами и любимыми занятиями. К слову и удачников, сезон еще не окончен. Впереди много дел. Самое время свериться новоогородные планы с лунным календарем. 29 октября. В этот день рекомендовано собирать семена растений и созревшие наземные плоды. Кабачки, патиссоны, фасоль, горох, огурцы, помидоры, землянику и другие. Но следует избегать полива и подкормки. 30 октября. Лучше наводить порядок в теплице. 1-2 ноября. На огороде лучше всего в эти дни будет организовать полив оставшихся растений, прополоть, окучить и разрыхлить землю в прикорневой зоне. Однако делать это нужно очень осторожно, поскольку зеленые жители огорода уже достаточно уязвимы к внешнему воздействию. В то же время можно попытаться высадить рассаду любых разновидностей капусты, а также огурцы и помидоры, сеять редис и репу. А вот в саду можно высадить плодовые деревья и кустарники, а также заняться подготовкой к посеву и замочить семена. Всем богатых урожаев, позитивных эмоций и хорошей погоды. Ну а сбудутся ли прогнозы завтра, узнаем совсем скоро. Я Ольга Войтенкова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова